26 июля в Копейске собрались представители МЧС со всей области. Главное управление проводило соревнования по мини-футболу. Сегодня мы проводим чемпионат Главного управления МЧС России по Челябинской области по мини-футболу. Он входит в состав спартакиады главного управления. Это седьмой вид спартакиады, проводящийся ежегодно. Сегодня здесь находятся 16 команд. Наш город принимает чемпионат второй год подряд. Участникам настолько понравилась площадка, что турнир решили снова провести на ней. В прошлом году мы проводили турнир. Всем очень понравилась организация. И высокий уровень. Поэтому главным управлением поставлена задача в этом году провести также этот турнир по мини-футболу в городе Копейске. Первое место в прошлом году заняли копейчане. На чемпионат вновь вышла та же команда, но в усиленном составе. Чтобы удержать лидерство, тренировались между сменами. Заключительный раз накануне соревнований. Вчера была тренировка легенькая такая, чтобы мышцы не забить. Потянулись, разыграли стандарты и готовы. Кого считаете основными соперниками? Основной соперник, я смотрю, все команды усилились. По прошлому чемпионату, я так понял, поднабрали народ. Посмотрели уровень, который у нас был здесь, Копейский. Озерск привез хорошую команду. Магнитогорск. Ну и Челябинск, конечно, наши соперники. Как мы видим, счет везде, либо 0-0, либо 1-0. Говорит о том, что борьба везде упорная идет. Лидеры, я думаю, те же команды, первая шестерка того года. То есть они претенденты на победу, на призовые места. Но мы попытаемся немножко оспорить, вклинимся. Возможно, какие-то другие команды попытаются потеснить. В подборочных играх все соперники шли ровно. Исключение команда Троицка. Она выделилась в первой игре. Сейчас состоялась первая игра. Играли с Карталами, девятым отрядом. Выиграли 11-0. Как удалось в такой счет? Команда слажена. Новых ребят набрали. Играют не первый год. Я думаю, на этих соревнованиях мы займем достойное место. Будет ли следующий чемпионат по мини-футболу снова в Копейске, организаторы решат в конце года. Но уже зимой наш город будет встречать представителей МЧС на соревнованиях по лыжным гонкам. Продолжение следует...